здравствуйте дорогие друзья гости моего канала все начнем готовить горячего ковчения курдюк курдючное сало такой небольшой есть чуть больше килограмма так сказать куплены в магазине это курдюк абаканский республика хакасия что магазине есть той приобретаем вот такой целый сейчас мы его нарежем нам надо нарезать его для застолки сначала будем засаливать где-то сантиметра 4 5 кусочки толщиной до кости хрящик обязательно будет убрать он нам не нужен ящик вырезаем сейчас мы его вырежем вот у нас кусочек курдюка курдючного сала но этот кусочек тоже пополам такие кусочки сейчас будем засаливать берем просто обыкновенную поваренную соль у меня такая без добавок ёмкость желательно чтоб ёмкость была чтоб или нержавейки или пластик чтоб не окислялась который берем прям курдюк сам сало и натираем со всех сторон просто натираем соли соли можно не жалеть ничего страшного не пересолить главное чтоб все было покрыто солью и укладываем емкость слой уложили сверху еще присыпаем солью соль используем крупную и снова следующий кусочек натираем главное чтоб соль была покрыта прям полностью все сало чтоб не было пустого места засыпаем соли без всякие специи без ничего просто делаем классический рецепт все сейчас затягиваем пищевой пленкой и отправляем для засолки в холодильник буквально минимум на трое суток мы будем залить 4 четверо суток но не менее трех не менее трех суток вот прошло четыре дня как мы засаливали курдючное сало открываем все это дело вот они кусочки курдюка сейчас на лишнюю соль просто счищаем ножом или там в ложкой она нам больше не нужна соль надо убрать как можно больше все после того как очистили соль берем теперь на веревочки привязать я буду использовать шпажку тупым концом просто пропихиваем делаем узелок связываем вот таком состоянии она будет у нас коптится подсушиваться в таком состоянии подвешиваем буквально на 2-3 часа при комнатной температуре чтобы поверхность подсохла чуть-чуть лишняя соль смахнем еще какая осталась а потом пойдем по коптим вот повесили курдючное сало в коптильню для горячего копчения у меня коптильня хака коптить будем при температуре не более 60 градусов но максимум 65 не более а то сало все поплывет среди температура 60 градусов 55-60 градусов при этой температуре вы коптить в течение часа готовность будем определять по цвету должна быть румяная корочка через час если все устроит то соответственно будем дальше его готовить нет так еще под коптим минут 30 поехали коптить типа предварительно замоченная коптить буду на яблони сто процентов просто яблони коптим еще раз повторюсь температура копчения 60 градусов ну максимум 65 от 55 до 6 игрался температура копчения курдючного сала прошел час и уже все отключил смотрим вот такого салона а нож курдючная тепленькая а наш светится можно сказать кто хочет посильнее закоптить можно еще полчаса вот мел такой достаточно вполне достаточно сейчас достаем его подвешиваться по насчет два часа просто повисела и будем дальше его готовить курдючное сало отвиселось после так сказать горячего копчения сейчас будем делать нему еще готовить дальше берем 10 примерно килограмм где грамм 60 паприки паприка сладкая прям поднос усыпает и в половину меньше его здесь 30 грамм жгучий красный перец это перемешиваем распределяем все равномерно может пожитника добавить ну я не буду добавлять не так достаточно можно использовать любые другие специи какие вам нравятся берем само курдючное сало и обмакиваем его прям хорошенько чтоб не было так сказать просветов сало можно сказать натираем вот такой вот она получается сейчас все это обмакнем и опять же повесим прохладное место еще на два-три часа а потом попробуем то то курдючное сало что я коптил сегодня вот уже в отцы в обсыпки сейчас отвисится буквально несколько часов и все и будем пробовать ну вот друзья мы и закончили весь процесс приготовления сала курдючного она отвисела все вот она напиталась я снарежем тоненько вот такой вот она получается красивая ароматная на домашний хлебушек мороз чайком дома просто супер очень нежная очень ароматная и очень вкусная а главное полезная всем приятного аппетита и до скорых встреч